Минувшую ночь у 44-й президент США Барак Обама официально стал кандидатом на пост очередного главы Белого дома. Произошло это на съезде демократической партии в Северной Каролине, где Обама, соблюдая формальности подобных мероприятий, согласился включиться в предвыборную гонку и произнес первую программную речь. В этом выступлении пока еще действующий президент пообещал Америке лучшее будущее, рассказал об экономике, заверил, что войска из Афганистана будут выведены, а также ответил на антироссийские выпады своего соперника, республиканца Мита Ромни. Алексей Веселовский конспектировал. Выступление Обамы планировали провести на открытом футбольном стадионе в окружении 75 тысяч сторонников, но в планы вмешалась погода. Опасаясь грозы, речь президента США перенесли в закрытый зал, вмещающий в три раза меньше людей. Пришлось отказаться от праздничного фейерверка и от традиционных воздушных шаров, падающих на делегатов в финале съезда. Из-за смены места их просто не успели привезти. Так что финал трехдневной демократической конвенции оказался несколько скромнее, чем ожидалось. Но он как нельзя лучше совпал с настроением речи Барака Обамы, который хоть и пообещал американцам светлое будущее, если они за него проголосуют, но предупредил, что путь туда будет непрост. Вы не для того выбирали меня, чтобы я говорил вам то, что вы хотите услышать. Вы избрали меня, чтобы я говорил правду. А правда в том, что нам потребуется больше, чем несколько лет, для того, чтобы решить проблемы, накопившиеся за десятилетия. Вообще, это была, наверное, самая важная речь Обамы в его карьере. Популярность президента падает. По рейтингам он или сравнялся, или уже проигрывает пусть и немного сопернику, республиканцу Митту Ромни. Так что в своем выступлении Обама шел ва-банк, рисуя Америку в случае победы Ромни черными красками, а для себя оставив только яркие цвета. Если вы верите в новые фабрики и заводы, которые будут построены на нашей земле, верите в новые школы, которые станут широкими лестницами возможностей для нашей нации и мечтателей, если вы верите в страну, где каждый честно трудится и получает свою честную долю, где все играют по одинаково честным правилам, отдайте ваш голос за это. Внешней политике Обама уделил не больше минуты выступления, в очередной раз подтвердив приверженность США в защите демократических ценностей в мире. При этом президент больно проехался по Ромни, фактически обвинив того в некомпетентности. Мой конкурент новичок во внешней политике. Но судя по тому, что мы уже слышали, он хочет вернуть нас в эпоху ошибок, которые так дорого обошлись Америке. В конце концов, ты можешь назвать Россию нашим врагом номер один, поставив ее наравне с Аль-Каидой, только если ты безнадежно застрял во временах холодной войны. Обама еще не успел уйти со сцены, когда из лагеря Ромни пришел ответ. Президента назвали нарушителем обязательств перед американским народом, мол, он уже однажды обещал процветание, а теперь вновь разыгрывает старую карту. Четыре года назад Барак Обама шел на выборы, обещая изменить положение дел в стране. На этот раз его лозунг «Вперед! Оставьте меня на второй срок, и я выполню все то, что не успел сделать». Но поверят ли этому избиратели до президентских выборов в США остается ровно два месяца. Алексей Веселовский, Владимир Батиков, телекомпания НТВ, Шарлотт, Северная Каролина.